Духовное управление мусульман Казахстана намерено со следующего года запретить паломничество в Мекку престарелым людям без сопровождения. Такое решение было принято после того, как в священном для мусульман городе скончалась 78-летняя казахстанка. Престарелая женщина умерла от сердечного приступа. Напомним, накануне в Мекке произошла большая трагедия. В результате давки там погибли свыше 700 человек. Еще порядка 800 получили ранения. Это самая массовая гибель людей в Саудовской Аравии за последние годы. Тимур Ермашев продолжит тему. Эти кадры, разлетевшиеся в интернете в первые минуты трагедии, шокировали весь мир. Тысячи паломников, прижатые друг к другу, истошно кричат, не в силах вырваться из плотной людской массы. Кто-то пытается карабкаться по стенам, а кто-то уже лежит без сознания. Жертвами этой давки стало свыше 700 человек. Более 800 получили различные травмы. Инцидент произошел в 9 часов утра по местному времени на пересечении 204 и 223 улицы в предместе Мина. Тысячи паломников одновременно направились к столбам Джамарад, чтобы совершить один из двух главных ритуалов хаджа – побивание камнями шайтана. Из-за большого скопления людей именно здесь чаще всего возникают давки. Так вышло и в этот раз. Очевидцы говорят, что столпотворение началось в месте, где останавливается электричка. Люди, которые выходили из вагонов, втягивались в толпу и многие не смогли удержать равновесие. По мнению саудовских властей, трагедия произошла по вине самих верующих, которые не слушались руководителей своих групп. Люди двигались в противоположных направлениях. Полиция Мекки действовала правильно и не виновата в давке. Движение паломников было неорганизованным. Люди просто не слушали, что им говорили руководители групп. На данный момент известно, что во время давки погибли граждане Чада, Нигерии, Сенегала, а также Турции, Индии и Ирана. По заявлению казахстанского МИДа, граждан нашей республики среди жертв нет. Однако чуть позже стало известно о том, что в Мекке скончалась 78-летняя пенсионерка из Казахстана. У престарелой женщины произошел сердечный приступ. В общей сложности сейчас в Саудовской Аравии находится около 4 тысяч казахстанцев. С одной из паломниц нам удалось связаться по интернету. На их месте, на месте погибших и пострадавших могли оказаться тоже мы. Но наша группа двигалась по другой дороге. Там было достаточно все слаженно, все хорошо организовано. Мусульмане относятся к этому вопросу философски, потому что считается, что умереть на святой земле во время паломничества – это есть прямой путь попадания в рай. Интересной оказалась международная реакция на события, произошедшей в долине Мина. Так губернатор Мекки, принц Халид Аль-Фейсал, обвинил в давке некоторых паломников африканской национальности. Гораздо более резкой оказалась реакция иранского лидера. Али Хаминьи возложил ответственность за гибель 130 иранцев и других паломников на правительство Саудовской Аравии, которое не смогло обеспечить необходимые меры безопасности. В ответ на эти обвинения король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль-Сауд распорядился изменить план проведения хаджа, а также призвал к скорейшему расследованию происшествия. Тимур Ермашев, информбюро, 31 канал.